Ах, Алиса, тебе 150, а ты юна, непредсказуема и провоцируешь на творчество. Художник Николай Ватагин про девочку из «Страны чудес» в детстве не читал. Ознакомился с произведением Лиуса Кэрролла, когда уже было за 30 сетует размышления на тему Алисы, рискуют быть уже кем-то озвученными. Алису каждый год только в нашей стране, вот на выставке графики, которая проходит два раза в год в московской, там около десятка новых иллюстраций. То есть, как она вышла, и во всем мире это тысячи и тысячи художников сделали. И вот поэтому, в общем, глупо попытаться с ними конкурировать. И конкурировать Николай не стал. Работал над проектом после трудового дня. И, быть может, от того, что всегда был слегка усталым, герои получились слишком правдивыми. За основу автор взял цитаты из книги и строго их обрисовал. Увидев первые деревянные скульптуры, издатель Сергей Беговчий буквально потребовал продолжения. Николай Евгеньевич – один из редких художников, которые могут удивлять. И мы тогда попробовали, может быть, это был, я даже не помню, юбилей, какой-то очередной юбилей Алисы. И попробовали, Коля сделал «Шалтай-Балтая». И, конечно, это, можно его сейчас видеть, вызвало восторг. И дальше мы пошли. Пошли дальше. Показали деревянные скульптуры и иллюстрации Нини Димуровой, которая перевела каноническое произведение. Нина Михайловна благословила проект. Но самые лестные отзывы об Алисе Ватагина, пожалуй, у Юрия Норштейна. Мультипликатор говорит, изображение вещественное, как детская игра. Игра продолжилась и в горках. Балетом 21 февраля воспитанники хореографического училища Бориса Акимова представят премьеру на сцене музея «Алиса в стране чудес». Они как-то собрались вместе примерно в одно и то же время. Мы сделали это совершенно непреднамеренно, но просто так получилось. Наши репертуарные и выставочные планы совпали. И зрители могут посмотреть и выставку, и балет одновременно. Несмотря на всю правдивость видения Алисы художником, а именно поэтому у выставки есть возрастные ограничения 14+, Ватагин устроил настоящий праздник цвета. Немыслимые детали и самые неожиданные сочетания. Все запечатлено в столь же цветастом буклете. У нас же в Ленинском районе в рамках основной экспозиции приключения Алисы будут жить в ближайшие недели. Татьяна Кременецкая, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.